Здравствуйте дорогие друзья, с вами Пептар Многие говорят, что артефакт будет слишком сложной игрой для того, чтобы стать массовой игрой Позвольте я вам сейчас расскажу о том, как играть в артефакт, чтобы вы могли сделать свои выводы, наконец-то разобравшись в том, собственно, как играть в артефакт Игра проходит на трех столах по очереди У игрока на каждом столе есть тир 1 башня, если ее убьют, появится тир 2 башня Если убьют вторую тир 1 башню или снесут появившуюся тир 2 башню, то игрок проигрывает Ну а тот, кто снес, соответственно, выигрывает Такие условия победы и поражения У каждого игрока есть колода из айтемов, заклинаний и пяти героев В начале первого раунда три рандомных героя каждого игрока рандомно кладутся на столы по герою на стол И к ним еще добавляются крипы, которые рандомно распределяются Игрок делает на столе то, что считает нужным, как правило, заклинания юзает После чего нажимает монетку, и когда второй игрок тоже нажимает монетку, происходит комбат Герои-крипы атакуют друг друга и атакуют башни, если атакуют О том, как определяется, кто кого атакует, я чуть позже еще расскажу Атака происходит, в принципе, по стандартам абсолютно правилам хардстона, там, того же и прочих хардочных игр Есть хп, есть урон, существо отнимает хп, равное своему урону Есть еще броня, она вычитает из урона, ну, собственно, свое значение, прежде чем отняться от хп В общем, все элементарно Когда вы убиваете крипов, еще вы получаете золото, когда вы убиваете героев, вы получаете больше золота После того, как комбат на всех трех столах прошел, заканчивается первый раунд И начинается фаза закупки, в которой вы, собственно, можете потратить золото Слева рандомный предмет, вообще рандомный По центру предмет из вашей колоды, которую вы до игры туда добавили И справа используемый предмет, там, хилка, например, какая-нибудь После шоппинга фаза начинается второй раунд Его отличие от первого только в том, что можно выбрать, куда пойдет один из оставшихся героев Подсказка, последний оставшийся герой выйдет на стол в следующем раунде Вы также сможете выбрать, куда он пойдет Когда вы выбрали направление атаки героя Очередная пачка крипов тоже рандомно ставится на столы И если перед существом или героем есть противник, он атакует его Если нет, направление атаки определяется рандомно и указывается стрелочкой в начале раунда, собственно Если стрелочка все равно направлена прямо, значит, существо, герои будут атаковать башню Направление атаки можно менять обилками Или если, например, крип атакует налево или направо Вы можете перед ним поставить какого-то еще крипа И крип тогда будет бить в крипа То есть у него изменится направление атаки на вперед Далее все так же, в принципе, как в первом, да и, в общем-то, всех последующих раундах Оба игрока после того, как на столе сделали все, что хотели, нажали на монетку Существа атаковали друг друга или атаковали башню Если у них на пути никого не было Рядом с башней, в принципе, вот вы видите хитпоинты Видите количество манны У тир-1 башни 40 хитпоинтов У тир-2 80 количество манны растет по раундам Как, не знаю, в том же Хардстоне Теперь поговорим немного про героев Их 5 в колоде у каждого игрока Герои имеют свой цвет, красный, синий, черный или зеленый Использовать заклинания определенного цвета можно только, если у вас стоит герой этого цвета на столе Цвета обозначают специализацию героев И заклинания этих цветов, в принципе, вы нам быстро поймете Не будем вдаваться в подробности Также у героев есть способности Которые замешиваются в колоду В количестве трех заклинаний Могут быть использованы только, вот, конкретно, если этот герой на столе стоит Например, у Зевса это ульта Зевса из доты Тут все очевидно, как, в принципе, и многое в этой игре У каждого героя есть три слоты для вещей Которые покупаются как раз во время шоппинг-фазы Вещи с героев не падают во время смерти И если герой умирает, то через два раунда, как правило, есть исключение Он воскресает Вот, собственно, и все Вы знаете, как играть в артефакт Кроме того, в артефакте есть еще куча подсказочек и упрощений Которые делают игру еще комфортнее Например, если ваше существо или герой во время комбата погибнут Ну, во время комбат-фазы в будущем погибнут Они будут отмечены крестиком до начала комбат-фазы И вы сможете что-то предпринять Конечно, есть еще всякие нюансы, о которых я не сказал Например, на каждом столе может быть бесконечное количество существ Это достаточно неочевидно Если они не будут власть в экран, там такой плюсик появится Есть заклинания, которые работают на все столы Та же ульта Зевса И много каких еще тонкостей, о которых О большинстве я, конечно, не знаю, потому что в артефакт не играю Но они все очень простые и понятные Кстати, многие говорят о том, что три стола это тупо и неинтересно И сделано ради отсылки к доте Я думаю, что тупо и неинтересно быть тупым И не понимать, что три стола дают куда больше простор для различных тактических решений Перебрасывание агрессии с лайна на лайна Линпуша одного лайна И вот этих вот всех штук Многие из которых, в принципе, например, в доте встречаются В общем, я жду артефакт Как вы поняли, я бешен за него Глорию Когда я разобрался в геймплее На это ушло совсем немного времени Я понял, что, ну, кажется, он действительно не будет скучным Кажется, он понятный Если я смог разобраться в карточной игре сам там за 10 минут То вроде как никаких проблем быть не должно Я буду еще много видосов по артефакту пилить Так что подписывайтесь на этот канал Еще тут всякие стримы, нарезки и прочие, не относящиеся к артефакту И последнее, друзья, самое главное Вот это, вот это Это не бешеный засвет, который делает больно вашим глазам Это художественный прием Который, кроме того, скрывает конвертик Прилепленный на лампу Не спрашивайте, зачем Пока